всем привет сегодня мы едем в старый крым чтобы посмотреть армянский монастырь который называется сурбхач и заехать еще на мечеть хана узбека и мечеть бейбарса живем уже в крыму долго они как не можем заехать на эти красивые места сегодня я решил взять своих девочек потому что погода сегодня отличная сегодня у нас 14 октября на улице 17 градусов тепла данияр сегодня в садике сегодня четверг и мы едем вообще сам старый город старый крым он довольно таки старый раньше он назывался крым потом его называли салхат а сейчас он называется старый крым там очень много красивых мест и исторических мест начнем сегодня с трех мест которые хотим посмотреть а дальше а дальше будем изучать историю и наверное еще разочек а может и не разочек съездим и поездим попробуем съездить в лес уже непосредственно но просто прогуляться может быть там грибы пособирать сейчас как раз осень дожди пройдут и наверно будут грибы такая вот у нас сегодня программа на день уже листочки на деревьях пожелтели и вот хотим снять эту красоту в лесу потому что в городе все таки осень то зеленые то сразу голые ветки поэтому сейчас едем в лес вот мы доехали до мечети хана узбека заложена она была в 1314 году в этом году золотой ордой начал править хан узбек и в честь него здесь в крыму заложили основание мечети и через лет 15 она была построена после чего здесь на территории мечети рядом с мечетью сделали открыли медресе и медресе это давай вот так обойдем по кругу религиозная школа для мальчиков построена она была за день горожанки на то время это был салхат но она где-то здесь кстати на территории и похоронена вот кстати остались только до наших дней от медресе дошли только руины мечеть была отреставрирована в начале двадцатого века по моему отреставрировали она на сегодняшний день является самой старой действующей мечетью крыма мы сейчас поедем пройдем дальше туда к мечети хана бейбарса тут она уже к сожалению не действует там я же рассказывал остались эти только стены а мечеть хана узбека на сегодняшний день действующая мечеть вот остались руины здесь было где-то здесь недалеко кстати есть и кладбище мусульманское старое но мы туда не пойдем просто здесь прогуляемся видите как приходится пришлось здесь сооружать такие конструкции металлические чтоб хоть как-то сохранились остатки стен накрыли вот навесом вот так вот и что самое интересное мы самом сердце города старый крым улочки улочки вот частные дома здесь вдруг и вдруг вот такое вот сооружение здесь мне вообще надо было где-то по дороге может купить а в армянский монастырь мы пойдем там наверно не требуется это как не требуется везде требуется мы конечно закосили под руса туриста но но все-таки у меня просто дома нет такого атрибута надо приобрести я вот думаю может мне зайти в самом мечеть можно интересно там поснимать ну видно строили да из местного от какого-то дикаря из породы и все-таки здесь пахнет шашлыцами да мы только что подъехали отъезжала свадьба наверное они и жарили шашлыц так сейчас пойду спрошу можно ли зайти вот тут не добавить вот здесь я contrôle Продолжение следует... 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 так вот мы добрались наверное пока что до территории монастыря где сам монастырь мы пока еще не знаем а здесь тоже парковка поближе в лесу так хорошо мадам поспать не желает так тут он по моему везде такой мы помнишь когда в топловский монастырь ездили там тоже обрывы ну на можно канатную дорогу хороизова до лесной ого кажется большое здание почитаем животное у нас здесь одно это я тюлень собралась ну я думаю я это маскируюсь под под человека успешно никто не догадается что я как делаю тюлень ленивый тюлень да сами почитаем для начала сейчас будем блистать целый комплекс корпус кельи гостиница для паломников ныне дом священнослужителей сад с источниками и фонтанами надо посетить это мы сейчас вот здесь вот здесь вот здесь заходим сейчас тоже будет вкусно пахнуть вполне возможно так монастырь пульпач 14 мадам вы не хотите поспать мадам 19 век расположен лесистой долине в общем надо приезжать каждому смотреть целый до комплекс 1358 год армянский апостольский святой православный петлю ну тут даже вот первое здание такое большое кстати досталось это этому зданию такое прям внушительное вот оттуда мы причапали пойдем такая красота сейчас я поснимаю здесь это вот это трапезная называется вот это да а дальше что ну теперь только под ноги пожалуйста главное 50 раз это не повторить смотри под ноги смотри под ногу так это мы идем фонтаном фонтан и к ботеям внутри снимать нельзя ну как бы там никого нет но висит значок с перечеркнутой камерой поэтому мы как эти законопослушные люди решили не нарушать вот здесь красоты снаружи хватает так что поснимаем а где же бассейн а где фонтан а где фонтан может вот это есть называются фонтан я уже говорил это плохо табличечки бы ставили да да чтобы понимать это фонтан или не фонтан а тут выход есть не пойдем пройдемся по лесу чуть-чуть сейчас зайдем в лес а потом будет я из лесу вышел был сильный мороз надеюсь что никто не догадается как хорошо здесь ой прям вообще класс вам как нравится надо было мне карту сфоткать на входе какие обрывы везли туда лететь лететь вот так наверное камера не передаст но ого-го не знаю когда снег сходит вот этот ручеек скорее всего полноводный и вот сюда стекает вот она а возможно да так рухло да вот здесь ага а тут просто лесная пропинка что там пропинка лесная хочу грибы собирать где грибы грибы вы где грибы надо знать места надо грибные ты думаешь ты так в перепугу приедешь и на тебе а почему бы и нет а вот видишь нет вот и нет вот и нет ну я так понимаю дальше да идти нет смысла если чисто просто погулять вот как там а вот там все подходит а он находит с пакетом или она или он а грибы собирают а ну пошли а там двое аааа ааа зашик здесь есть надо им спросить они откуда идут чтобы не за ними не шли а кто а ну они же там откуда мы будем спрашивать а ну ты думаешь если там есть то здесь не знаю что то мы с мамой разбрелись мы с яськой пошли в одну сторону она пошла в другую сторону больно хочет грибы пособирать теперь пытаемся ее найти да девочка моя дочка ку-ку не хочешь ну ладно где мама наша делать слушайте ну хорошо в лесу прям свежо дышится совсем по-другому чем в городе надо конечно почаще выезжать такие прекрасные красивые места а вон наша мама нашлась яська вон мама наша нашлась вон гуляет наша мама грибник грибник наш нашелся ясьминка витаминка витаминка зато смотри какие цветочки растут да красивые это крокусы или как они делают это надо у тебя спросить как у химико-биолога взрывается вот это вонючка я еще тот грибовод я не знаю но он такой как порох с него вылетает видишь что ты два часа ходила ходила даже вонючку не нашла а мы нашли а вы нашли да а где грибы ну сам факт ну как ты вот увидел скажи пожалуйста ну вот две манюньки мы нашли это как слепая курица я вообще в грибах не силен но мне везет выглядит не очень давай ты а может это она белая это съедобная наверное вот еще один мы нашли хотя я может это какой-то шамбиньон может я еще не одна очень стоит просто хорошо смотреть прическа года половина волос меня покинули половину на ветру сидим на улице нет ну я это они вообще не были собраны хвост я собрала с петухами в общем ну что пойдем на ветру так задумано творческий беспорядок такс в общем сегодня у нас это это передоз природы из свежего воздуха случилось культурно развлекательный день да посетили исторические оказывается да здесь очень очень даже мило красиво как-то успокаивающе это мы это мы в старом Крыму это мы не где-то там на ветре или где-нибудь там в форосе всего лишь да полчаса ехать можно захлебнуться от красоты полчаса езды от города вот какая гора у нас здесь за спиной ну просто просто я тюлень никуда не хочу ехать на самом деле просто у меня всегда много работы я всегда нахожу себе работу а это мы решили пока дни теплые и солнечные работа не волк правильно подождет вот еще успеем наработаться поздней осенью зимой когда будет холодно вот мы сейчас были там на монастыре а я не вижу там места что где-то там люди активно катались на санычках зимой а там именно там на монастыре ну вот я был как-то когда был в парикмахерской там два парикмахера между собой говорят что мы зимой только на Сурбхач ездим может быть это место называется здесь в районе по этой дороге по которой мы подъезжали но скорее всего что где-то какая-то наверное есть горочка такая что можно уже далеко не улетишь там по обе стороны лес по дороге не знаю здесь просто больше снега заранее больше снега я тоже не знаю решил немножко прогуляться по территории показать вам как здесь красиво вот вот там детская площадочка есть кстати для тех кто с детьми так вот вдоль клумбы пройдем я не знаю как это дерево называется тут можжевельник растет поможем и т.к. там собак нету нет а если я пойду их поснимаю ничего страшного не будет спасибо вот здесь вот горочка для детей ну горочкой трудно это называть вряд ли по таким досточкам можно скатиться ну в общем и целом я так понимаю дети здесь уже довольно таки накатали сквозь к качеля песочница вот любовь моя сидит дайка привет привет я пойду флору и фауну поснимаю свой виноградник здесь у них там сад дальше я так понимаю персики фазанчик даже есть фазанчик а нет это павлин наверно не фазан голуби павлии только какой-то немного общипаны уточки хоро козочка есть курочки индюки вот такая вот красота у меня суп с маленькими пельмешками как называется фахаш вот так называется суп с маленьким пельмешком вот это вот тарелка еды шакароб называется ага ну нормальные люди нормальную еду там лепешечка и что-то у нас еще должно быть да еще будут голубцы с виноградных листьев до ума это даже ясно господи позоришь вкусно ну жирно жирно очень да но вкусно мне кажется у меня здесь тоже что то есть наверное может сливочного масла немного а может и много короче вечер покажет второе сарма я запомнила и манты и манты еще остался салатик сметану мне нельзя листочки пожуем наверно да? листочки надо жевать конечно ну нет у